Тип-96 или ЗТЗ-96 – основной боевой танк, состоящий на вооружении Народной освободительной армии Китая. Тип-96, наряду с новейшим Тип-99, составляют основу бронетанковой техники танковых войск китайской армии. Появлению Типа-96 во многом поспособствовала операция «Буря» в пустыне 1991 года. Военно-политическое руководство КНР детально проанализировало танковые бои конфликтов в Персидском заливе и пришло к неутешительному выводу о несоответствии китайской бронетехнике современным реалиям. К началу 90-х промышленность КНР накопила достаточно компетенций для разработки и производства танков на уровне мировых стандартов. После принятия решения о создании нового танка для «НОАК» на уровне военно-политического руководства Китая началась программа масштабного перевооружения. При этом в Китае не стали модернизировать старые образцы, а приступили к созданию нового танка. Результатом этих работ и стал сегодняшний герой основной боевой танк «НОАК-96», принятый на вооружение в 1997 году. Хотя он эволюционно унаследовал некоторые черты китайских и советских предшественников, его можно по праву назвать первым полностью китайским танком. Силовая установка китайского танка по открытым источникам развивает до 1000 л.с. Показатель – примерно аналогичный Т-72Б3. Весовые характеристики китайской машины немножко меньше Т-72. Тип-96 весит примерно 42 тонны. Танк Тип-96 имеет комбинированное многослойное бронирование в лобовой проекции. Тип-96 стал первым китайским танком, оснащенным 125-мм гладкоствольной пушкой и автоматом заряжания. Пушка является нелицензионной копией российской 2А-46М. Боекомплект – 42 снаряда, 22 из которых размещаются в автомате заряжания, как у Т-72. Вспомогательное вооружение включает 12,7-мм зенитный пулемет W-85 и спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет Тип-86, а также по 6 спаренных блоков дымовых гранатометов по бортам башни. В систему управления огнем входит двухплоскостный стабилизатор вооружения, комбинированные прицелы командира и наводчика, баллистический вычислитель, панель управления, набор датчиков и лазерный дальномер. Небольшим отличием является отсутствие дополнительного прибора наблюдения у наводчика. Танк оснащен всеми современными системами и оборудованием. Приборами ночного видения УКВ радиостанции 889В, дальность связи 20-25 км, системой коллективной защиты экипажа отомб, быстродействующим противопожарным оборудованием. Сообщалось, что Китай намерен приобрести для вооружения танков Тип-96 российские ПТРК-9М119 рефлекс, запускаемые через ствол орудия. Скорость по шоссе 65 км в час. Скорость по пересеченной местности 40 км в час. Запас хода по шоссе 400 км. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok